добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня опять хочу запилить такой ролик интересный не в тему аккумуляторов будем так говорить по просьбе подписчиков значит вы наверно обратили внимание как скрипит ревет какой еще какой синоним еще рычит вот это зарядное устройство у нас как это работает абсолютно тихо хотя вентилятор здесь тоже включены а этот у нас ну давайте посмотрим как он слышно на как он ревет поэтому ролик будет на тему смазки этого кулера кулера от этого зарядного устройства по-русски вентилятора сейчас я разберу это устройство разбирать буду за кадром дабы не активировать хейтеров которые начнут писать что блять отвертку не так держишь не в ту сторону крутишь потихонечку разберу и продолжим наш нашу запись снял крышечку вот так вот выглядит выглядят кишки этого несомненно неплохого зарядного устройства жалко что она не может производить до заряд а так бы ему цены конечно не было есть у меня еще одно такое устройство но видимо другая прошивка и ним и как мне объяснил человек который в нем в нем до сих пор ковыряется немножко другая схема и там зарядное напряжение до 16 и 1 вольта в режиме в ручном режиме то есть в автомате то зарядное устройство работает до 14 с половиной почему-то в отличие от этого это работает до 14 7 это 14 8 такая коляска с этими устройствами и значит видим что вот здесь в отличие от кулона в котором припаян кулер здесь чисто по-человечески по муске по-мужески сделано на разъемчике разъемчик откинул умер вытащил помазал воткнул вот так вот он на 2 саморезиках крепится сейчас мы эти саморезики открутим вытащим кулеров и продолжим снимать наш залипательный ролик отстегнул кулерок как видим он весь в пыли как бы нам а вот сюда вот видим он весь в пылище фокус центр и также будем откреплять вот это вот липучку в начале возьму кисточку отдеру эту многовековую пыль как видите кулерок славно поработал перегнал миллион литров гаражного воздуха через себя и требует смазки но некоторые не знаю подписчики или просто залетные написали что лучше всего кулер сразу менять ну давайте посмотрим на результат почистил мягкой зубной щеточкой отклеил затычку заглушку заклейку и теперь будем мазать моторным маслом данном случае у меня full синтетик масло кикс корейское масло 5 на 30 пару капелек туда мы вот так вот заполняем и вот этот и немножко пошатаем одной рукой неудобно вот она и масло должно туда у нас проникнуть вот таким образом покачаем советуют некоторые мастера снимать вот этот стопор полностью вытаскивать я в этом необходимости не вижу достаточно вот таким образом помазать и кулер у нас перестанет мучать как он это делал до этого так пока опять закончим эту лирическую часть убираем излишки салфеткой и наклеиваем нашу затычку заглушку ну все заклеили вот такие показатели на нашем вентиляторе все готово приезжали клиенты поэтому не удалось договорить свою мысль так теперь собираем все в обратной последовательности наш новый кулер вентилятор и посмотрим так надо еще почистить здесь немножечко пользуюсь зубной щеткой только один важный момент не вздумайте взять зубную щетку тещину лучше тесте потому что из-за ну сами понимаете там должны быть яды и эти яды могут повлиять на вот эти вот как их называют конденсаторы там чипы даже радиатор может повредиться я уже не говорю о том что проводка может расползтись поэтому лучше кисть его возьмите не желательно когда у вас году на с небольшим содержанием спирта зубная щетка отчист от пыли и от всякой вот это вот отработки очень хорошо все почистили воткнули кулер на место давайте включим и наш кулерок заработал весело непринужденно и очень очень тихо его практически не слышно что друзья вот примерно так они смажутся смазываются эти кулерки на очереди кулер вот от этого большинство они не тоже очень сильно шумит очень сильно запыленный блин техничка забухала некому пыль протереть самому что ли это сделать вот как тихо работает отлично вот такой короткий ролик надеюсь кому-то будет полезен всем добра удачи всего наилучшего всем пока естественно берегите свои батарейки